11 глава 303 стих О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как не постижены судьбы Его и не судимы пути Его! Это единственный стих в Библии, на который нет толкования. Ни один человек ни в мире, ни на небе, ни на земле берется его истолковывать. А задавать задают, Иоанн Гатауст толкует это место так. Когда до апостола Павла зашли слухи понятности судей Божьих, он крикнул на человека. Перестань! Не задавай вопрос такой. Это тот вопрос, который нельзя ни поднимать, ни спрашивать, а его чаще всего задают люди. Ну где он, Бог? Вот я приехал к родственникам в Сугут, а там землетрясение, и все погибли до одного. И молодым так жить и жить было, молодые. Мать как склонилась над коляской, там та карантарная лежит вместе. Где он, Бог, был? Богу это надо? Богу на весок не хватает? Ничего мы не знаем. По-человечески, вот так. Бог может внести этот весь мир. А это уже было. Вы на наши лага посмотрите, дайте им объяснение. Это же открытый текст, поток. Водой все снесло. Ну ты не согласен, ну дай другое толкование. Посмотри на эти отрожки. Сейчас это и верующие. Бог силен все сделать. Он может и ангелов уничтожить, но он сотворил по образу своему человека. И образ им не нажали. Если люди думали так, мы остались живы, а остальные погибли, не погибли. Вдруг Петр приоткрывает завесы и чуть-чуть заглянул. Ты некогда непокожным во время строения ковчегов, то есть им проповедано было. Петр сказал во втором послании об этом. А до Петра вопросы были, а знать не знали. А ему Бог открывает. А как открывает? Да ты не сам дошел, Симон. Бог тебе открыл, что я Христос, Сын Божий. Христос ему сказал. Бог приоткрыл завесу щель одну-то, между ниточками они раздвинулись, глянул. Так оказывается, люди-то живые те, при новом потопе, под водой-то, которые вот здесь вот трубку плавали. А они живые. Бог ожидал своим долготерпением. Мы видим маленький квадратик в мозаике. Вот в городе бываете, и там есть здание бывшее КГБ, у них огромное мозаичное панно революционного духа. Но оно такое огромное, но все-таки его все охватывает взгляд. А представьте, такое панно отсюда до Солнца. Мы с телескоп увидели одно стеклышко, и по нему начинаем судить. Всю-то картину мы не знаем. Пытались за это проникнуть великие умы. Мне, например, такое слово импонирует. То есть близко, приятно. Учение оригена. Я не скрываю этого, но я не оригенист. И он говорил, что Бог все и во всем написано будет когда-то. Написано, и когда Сын сам покорится Отцу, и все во всем будет Бог. Это означает, что муки имеют очистительный характер. Они будут мучиться в миллиардной степени, предположительном. И, наконец, очистятся, и демоны очистятся, и дьявол очистятся, и снова будут они ангелами. Это очень привлекательное учение. И вот это очистилище католическое, оно все-таки корни оттуда имеет. И православная молитва за умерших тоже оттуда идет, как мы не соглашаемся. Но Библия не дает такого указания. Непереходимая пропасть, и это навсегда, и дым восходит во веки веков, и день, и ночь, и запятуют. Нельзя перетолковать никак. Как? И все святые отцы толкают, как бесконечность муки. Страшные и непонятные. Я об этом задумывался, может, в пятилетнем возрасте. Как? Ну где-то конец должен быть. Нам где у Вселенной конец? Вот скри прямой, и скажи, где она во что-то упрется? Прямая не упрется. Новая галактика. Но конец где? Нет конца. Понимаете? У человека это не укладывается. Ты не фараон. А я же тащу сердце его. Фараон лежит добрый. Наверное, сегодня я отпущу. В самом деле, столько лет они работали, пленники были. Сколько можно мучить? Мы предполагаем. Так, думаем. Но Бог в это время сердце его поворачивает. Он сам не знает, что ему вдруг в солнце снился. Да ведь они рабы, мы их приняли. Да они бы с голову помырли. Не отпущу. Ты иди, а я же тащу сердце. Да по меня за что судить? Если бы Иуда не принял Христа, и спасения не было бы. А это учение говорит, что Иуду Бог простит. Что он с Иудой договорился, ты меня предай. Разные версии. По Евангелии от Иуды. Все это церковь призывает выдумками, бреднями пьяных старух посолу затоуста. И мы должны сказать бездна. Бездна, а какая глубина? Ты понимаешь, бездна, дна нету. Бездна. И начинается стих с воскресания О. А почему я такой? Но тебе-то на свобода. Он говорит, свобода брошенного камня. Его сначала Бог бросил, а теперь дал мне свободу. Похоже. Я так подумал. Но мне Бог дал свободу. В полете даже, если с этим согласиться. Быть этим камнем. И благодарить Бога. Вот от меня что требуется. В свободе надо учить. Учите детей не рабскому послушанию. А чтобы он свободно это избирал. Разъясни ему и покажи. Не просто сделаешь, накажешь. Ваш глаз на землю все время не будет. Заложите детей в страх Божий. На первом месте в страх Божий. Ни знание школьное. Ни послушание вам. Ни здоровье ребенка. Трясетесь над ними. Температура, градус какой-то. С рода я не слышал. Это градусы ребенку измеряли. 37,5. Насколько же ему надо. Давление какое-то. Мы все смертные. И сейчас может что-то обрушится. Милая балка на меня день не выйдет. Приготовьтесь. Божья милость над нами. Благодарим. Итак. Бездна богатства. У Бога на всех всего хватит. Сколько кисть летает. Я каждый день голубей кормлю. А их кто кормит? И сколько грачей. А сколько рыб разных. Сколько щедовища моря. Сколько зверя. И всех Бог кормит. И дальше. И при мудрости. У Бога не умытость. Он мне даст при мудрости. Если он приедет и глаза помажет. И ведение Божие. Как непостижим и судьбу его. И неисследим и пути его. Неисследим. И что ты пытаешься исследовать? А почему революция? Потому что я знаю почему. Я просил Бога. И Бог мне открыл. Через слово свое. Через неемию. Потому что мы отступили от слова по его. Я бью в одну и в одну точку только бью. Я считал про одного художника в Японии. Он всю жизнь. Тысячи картин. Одну гору Кудлеяна рисовал. Ну какая Вадовский море. Волна туда откатывает. Луна. Корабликрушение. Как Шишкин рисовал. Лес. Ну как же что-то свое было. У меня одно. Слово Божие. Возьмите в руки. Загляните в него. Я могу сказать. Редко кто так вот занимается. Как я. Чтобы правая рука. Блокачиваясь на что? На 12 столового золотого уста. Редкого итальянского издания. Которое мне подарили. Зайдите. Полюбуйтесь. Он у меня под рукой и под локтем. И я считаю. Вообще каждый день заглядываю в него и вижу. И на сегодняшний день и этого не хватает. У него такой всеохватный был. Невознаушен на всю вселенную. А я чуть-чуть сбоку. Это одну лечейку залатать пытаюсь всю жизнь. Люди не знают слова. Священники спрятали слово. Монахи спрятали Библию. Они ненавидели ее. Вот это все и постигло. Все беды отсюда. К слову Божьему и превышенный ребенок, он не ваш. Она выйдет замуж не за того, за кого ты хочешь. Она слушать тебя не будет. Он пойдет в армию, примет присягу. Его там убьют, сожгут. И все не определят где. Дайте им страх Божий, чтобы в слове Божьем он нашел. Убивать нельзя, я христианин. Так как скажу Александр Невский. Да мы не знаем, ли он. Может в двору давно горит. Усыпились за Александра. Сергий Радонский. Его отлучать надо было в церкви. Сергий Радонский. Он нарушил правила за правилами. Симонахов благословил, когда правило гласит, что если в финише монашеский чин пошел в горемское звание, да будет проклят. Что Сергий не касается Симонский собор. Взяли для тебя какую миссию? Патриоты. Патриот, патор, любить Отца Небесного. Вот откуда это слово. Отец Небесный. Отещество одно. А это Авраам имел бы выражение вернуться. Но он искал большего. И вот тут мы заглядываем в эту бездну. Велик человек, который во всем доверился Богу. Колоткинам 1, 27. Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для изыщиков, которые Христос в вас уповали на славу. Тайна, что Иисус пришел на землю. Люди ждали его тысячелетия. Ева уже услышала, и семя жены будет поражать Богу. Кто? Семя жены. А семя жены Ева. Один брат другого в голову поражает. Она была поражена этим. Сама Ева. Люди-то надежду делают вот такую, а получается все наоборот. У нас есть царь. Царь наш пойман в дне аму. Это слюну они осознали. Мы этого не поняли. И потому что отступили от слова твоего. Вот такие девочки выросли, царские дети. Эти всех расстреляли. Царю указывали на это. Я очень много занимаюсь этими вопросами и вижу, что были эти люди. Но главное препятствие было в цензорах. Цензоры, как правило, монахи стояли. Они выедали всю суть. Давали только то, сухое, трескотня одна стояла и все. Что живого слова в народе не было. Люди Христа не знали. Христос накажет. Сметану нельзя в среду. Если шторку закрыть, Бог Боженька не увидит. Вот как понимали. А что есть Бог любозный? Ты поди сегодня к старой депстану. И скажи, а вы знаете Бога милующий, который все прощает? Ну как? У них Иисус икона ярая ока. Ярая, то есть свирепая. Он накажет. Да где ты такое нашел? Очи его какого-нибудь пылающих. Извращенное понятие о Христе. А Павел говорит, какое богатство бездну премудрости дал, что мы знаем Христа. И ты скажи, я его знал. Из бездны бездну призывает голосами. Какая моя бездна беззакония призывает бездну милости Божией. Вот Ифрин Сирин до чего зашел. Две бездны встретились. Колоссанам 2.2. Обычно люди говорят, я грешник, для меня Бог не примет. Какой я? И святые сказали, твои все грехи и всего мира. Это горсть, песка или одна искра, брошенная за спиной в океане. Что с ней будет? Насколько Бог богат. И это богатство, о котором Павел воспитывал, никто его не знает. Оно приоткрылось. Судьбы человеческие не знаем, а премудрость Божия знаем. Нам дам ум Христов. Дабы утешились колоссанам 2.2. Утешились сердца и соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения. Для познания тайны Бога, Отца и Христа. Надо об этом просить. Господи, Ты мне открыл эту тайну. И в этой тайне, помоги мне найти свою ячейку, нишу. А для чего я сотворен? Для чего я живу? Почему мне дано мужское тело, а тому женское? Почему вот у меня такое хозяйство, столько детей? Приведу ли я их к Тебе? Какое горе будет, когда дети окажутся на другой стороне, а ты спасешься? Тебе и рай, и не в рай будет. А все это сегодня закладывается. Пать не когда? Это время подвига, время труда. Колоссанам 2.3. В котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Ни в каких-то акторов, ни в солженицами. Это один из самых могучих по разуму людей, интеллектов, планеты. Но и в нем спасения нет. Он ко Христу не звал людей. Он думал о переустройстве, обществе, сохранении людей. Слова все хорошие. Без Христа их можно применить в любой религии. Даниил 4.32. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал Богу. Отроки это понимали. Вот такую фразу отроки, девушки сегодня скажут верующие. Скажут только те, которые считают адвентистские, бактистские. Они скажут. Права бы не скажут. Католики не скажут. Они припоминали слово Божие. И что было с народом израильским. Мы должны припоминать, что с русским народом было. Как мы дошли до этого, до этой жизни. И до храма дошли, до жизни такой. Как мы дошли? То, что христа не знали. И наши разговоры-то, когда дома остаемся. А христиане или нет. В свободное время, когда телевизор опять нос уткнул. И в пост не выключаются. Под разными предлогами, лишь бы только не за Библией сидеть. Собери вокруг детишек своих. Собери. Не будь чушь делу Божию. Приди на занятия сегодня. Их приходят некоторые ни разу. Но много знаете, да не в этом дело. Дух ожесточенности. Вот это и есть смелее пороков внутри себя. Своё собственное. Ты понимаешь бездну премудрости Божией, что Бог дышит где хочет дух. И Он тебе что-то скажет новое. Ты не был бы сегодня в храме, ты это не услышал. Эклисиад 3.11. Всё соделал Он прекрасно в своё время. И вложил мир в сердце их. Хотя он их не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Это говорит один из самых мудрейших людей. Он учился на пятёрке, наверное, Соломон. Да нет. Он молился. И молитва Его оказалась угодная Богу. Только всего. Ты не просил золота. Значит, просить богатства не надо. Необходимое Бог даёт хлеб насыщий в этом и богатстве. Не просил смерти врагов. Вот ещё что Бог угодный. И Бог говорит, поэтому дам тебе всё. Он думал об этом, как народом Божьим быть. Как народу правильно дать путь. Сегодня голосует за президента. А вот ты просил у Бога, чтобы ему Бог дал эту молитву Моисееву. Это Соломоному. А он говорит, что всё это Бог откроет тебе. И Ефесянам 3.18. Чтобы вы укоренённые и утверждённые в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. Я неоднократно спрашивал бапсистов, литеран, скажите, широта, глубина, долгота, что такое? Ну, это, в общем, никто не знает. И я не знал. Но мне Бог это дал познать, потому что я признал православную церковь и святых отцов и златоуста. А он просто объясняет, ему просто как будто бы Соломону Бог принёс и говорит, расскажи людям. Он говорит, крест. Тут о чём говорится? Познать широту, долготу, любви, любви. А где больше любовь? Нет больше, как любви, кто душу отдаст за души. А где кто отдал? Ну, за праведника, за ближнего кто-то отдаст. А за грешника кто пожертвует? Христос. А в чём широта? Посмотри, как широко руки раскинул. Со всего мира всех приглашает. А высота какая? Это любовь своей, он умер за наши грехи. Он возводит нас в высоту небесную. Это всё на кресте. А глубина какая, крест, как закопан до пересподней. Ворота адские треснули, запоры все вываливались. А ты знаешь, какая долготая, любви Божьи? Он вводит нас в долгую, непрекращающую, свечную, нескончаемую жизнь. И вот мы познали, что такое долготая и широта. Любовь, крест. Всё на нём. Ефесянам 3.8 Мне, наименьшему, из всех святых, дана благодать сия. Вот я не буду расчищать. Какая Павлу благодать дана? Я мысленно, когда говорю, представляю, стоят тысячи священников, архиереи, живые, умершие. Скажите, вы у Бога. Благодать выпросили? Батюшка, благодать. Священник течится благодатью. Не благословим? Всё. Так и засохнешь. А у него и благодати-то нет этой. А вторая-то, которая науками, там, может, ещё неизвестно, что там есть, или нет, только и воздух только гоняет. Мне благодать дана. Хорошо запомните. Благовествовать язычникам. Тире. Неследимое богатство Христова. Перед этим даром благовестия пойти кому-то проповедовать, Павел, это выстощайший, гениальнейший был, корейфей мысли. Он говорит, наименьший. Но из тех, кто-то их наименьший. Это Бог мне даровал. Нам это даровал Бог? Не закопан ли этот талант? Вы не еди, не сливки только гоните, творог варите. А думайте, я это всё делаю, руки машинальные делают. Это мне надо, Господи. А с кем я встречусь? Кому я расскажу? Может, я такой-то подарок кому-то сделаю, кому-то книгу подарить? Переписывайтесь. Как сладостно слышать, начинают трудиться с середиками, посылают книги, материалы какие-то. Это ваш труд. Неследимое богатство. Там, говорит, бездна богатства. И вдруг чуть-чуть приоткрывает благовестие. Это одна из тайн. Возвещать дело царя. Вы понимаете, манифест царский, какие глашатые возвышают. А это каждый, маленькая девочка, ты в школу идешь. Смотри, ты христианка, так будешь одета. Мусульмане празднуют свой какой-то праздник, Байрам или Уразу. И во Франции все школы пустуют. Подчинилось государство не мусульманское. Почему? А ни одна не идет. А что сделаешь? Ничего не сделаешь. Все. И они добились, чтобы девочки были в платках. А вот по учителям говорить не надо мусульманки. Все до одной. Сто процентов. А у нас как-то выходит из дома, потом домой, и уже нет. Так оно ничего не значит. Значит, Европа смотрит с уважением на мусульман. И оттуда невест выписывает. Она разговаривать не имеет ни по-французски, еще он берет, спрашивает, зачем она тебе нужна? Она неграмотная. А она послушная и имени не изменит. Вот и все. А со мной я прокормлю. Они их приучили к этому. Приучите их к этому. Еклисианам посчитали. Ил. 11,7,9. Я говорю о тайне. О тайнах, которые вокруг нас, и мы должны научиться их узнавать, что это тайна. Иел говорит, можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Сидержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней. Что можешь узнать? Длиннее земли меры его и шире моря. Ему что Бог открыл? А мы теперь знаем, что это шире, глубже. Он говорил, а он только говорил. А теперь мы знаем крест. Расшифровка пришла. Ио мы слышали о нем. А гром могущества его кто может уразуметь? Ну, сегодня такие знания у человека электроника, интернет. Гроза грянула, все перегорело и сидят. И интернет еще не работает. Все ракетные установки все выключены. Там у нас, говорит, автономные. Молния ударила, и все сгорело. Все автономные установки. Гром могущества его. Иов это знал. Не гордись обоихся. Иов 33.13 Для чего тебе состязаться с ним, с Богом? Он не дает отчета ни в каких делах своих. Это я все говорю о тайнах, какие нас окружают. Иов 37.19 Научи нас, что сказать ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Вся наша жизнь это тайна, это потемки. 37.23 Сидержитель. Мы не постигаем его. Он велик силой, судом, и полнотой, и правосудие. Он никого не угнетает. Это мы грехами, когда грешим, мы кричим, придите, китайцы, поработите нас. Это мы грехами зовем, придите, коммунисты, сядьте нам на шею, раскулачьте нас. У нас слишком много всего. Это мы зовем посторонних, придите, открадите, подождите. Грехами. Мы никого не угнетаем. Бог защищает. Он любит свое творение. И от нас требуется покорность ему. Я не знаю, почему, но я благодарю. Самое тяжкое, что только я ожидал, то постигло меня. Иов так говорит. Но не сказал ничего худого. Это летхозаветие. Это полной благодати Духа Святого еще не было. Иов 9.10. Он делает великое, неисследимое и чудное бесчисла. Кому мы служим? Мы пришли в храм, чтобы объединенными усилиями прославить Бога. За ненели, сколько было чудес. Сколько всего, какую-то траву собирайте сухую, а в ней будет потом молоко, да вкусно, да еще и жирность какая-то в нем. Чудо-то какое, с чем ты возишь-то? Псалом 35.7. Правда твоя, как горы Божии, и судьбы твои, бездна великая, человеков и скотов хранишь ты, Господи. Про что все сказано? Псалом 39.6. Много садял ты, Господи Божий мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас. Кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Все до одного человека с узками будут проповедовать, и только о чудесах Божьих, а число превышают. На каждый стих, который я пытаюсь приоткрыть и объяснить, уже миллион проповедников говорил, и никогда не кончится. Псалом 91.6. Как велики дела твои, Господи. Дивно глубоки помышления твои не могу понять. И соглашайся, и не рачи, и благодари. Почему так? Я православные родственники пошли, куда-то там, сектантом, баптистом, а для того, чтобы мы трудились, не спали. Самый близкий человек опрокинулся, а для того, чтобы проявить нашу любовь. Да ты найди ответ на все это, и в каждом ответе ты увидишь побудительную причину, подняться на новые ступени любви. Вот для чего это исследование. А это мог быть я. Я на кого не посмотрю, вчера рассказывал, теме занимался, с пяти лет готовился быть убийцей. Коммунистам отомстить за все, что я здесь видел. А Бог повернул куда-то все эти силы. Да где бы я был, да нигде, я давно был умер. Если бы я не зашел в сектантский дом, сектантский, не православный, я побежал скорее искать Евангелие православное, пришел, коп пьяный, полный петельный сапурков, Евангелие пропил, у него нет его. Бог, что мне показал, сделал римлянам 2.4 или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумеешь, что благость Божия ведется к покаянию. Все, что мы узнаем о Боге, все это Его любовь, Его желание, чтобы мы прославили Его. Да Богу, что это нужно, чтобы мы лебезили перед Ним, льстели Ему, Ты как угодно говори, но Его Бог, Бога нашего, имя которого Егова, славят Ангелы, Херувимы и Сарапимы. Мы не знаем, что такое славик, мы повторяем в словах. Ты знаешь, что такое славик? Это такое состояние, которое показывало головной терапии саровской на Моисею. Лицо сияло, и светило, и покрывало. Смотреть нельзя было, как славочный аппарат какой-то. Служба идет, но когда она кончится, а вот сейчас за этим еще, как батюшка, дети знают, что долго, устали. А терапию на саровского смотрят, как говорят, поплыл. Лицо сверки с руки поднял и опустить не может. Служба кончилась, и лазарь приводит, он в глаза куда-то кверху и ничего не везет. Почему служба уже кончилась? Мы службу-то не понимаем. Служба, я громом языком скажу, это самое возвышенное, экстатическое состояние, интимное связи с Богом. Мы ее не понимаем, я думаю, мы не войдем, потому что и слова не понимаем. Он понимал, другого не знал. Люди вот такое же награждение испытывают, когда идут проповедовать. Здесь я вам уже сказать, это действительно так. От меня сколько людей я уезжала, первый раз говорит, я села с шопером, доехала до Новосибирска, и шопер не съемки разговаривал, и денег обогрованно ехал, и денег не взял. Да какая же эта свада! Вы научитесь у Бога, у Бога искать ответ. У Бога. Присок не на один день. Вот пример. Бедного богатства. К нам человек появился, хороший, в высшем образовании, но самости у него, вот все сам делает, еще не советуется. Сейчас, вчера позвонили, подавали на разнос мужу. Обнаружил, что неверный, то другое. Живой, то другое. А вы что скажете? Имеет право, это единственный грех. Но, Василий Великий говорит, и тогда не даем совет. У нас нет молитв на развод, а я только на соединение. Поэтому прости. И сохранишь семью. Ни одна мусульманка за 1300 лет не подала на развод на мужа. Она не знает, что это такое. А как? Вот так? Возьми это для себя, теретерпи. Да если, но твое право, стоишь в бедном богатстве, через это посмотри в себя. Как одна жена говорит, я приходила, когда в церковь, меня все жалели. Муж пьет, пьет. Бедная, ты страдаешься. И одна же, она молитв и сказала, Господи, покажи мне эту бездну, где я нахожусь. И Бог показал, ты виноватый, за тебя, он кинчушка такой. И я стала молиться за него, и он пришел и покаялся. Все поведение, если мы в этой бездне увидим милость Божия. Он нас, Бог любит. И так все допускает, что больной ребенок, пала скотина, или что-то, что-то в этом нет. Что именно? Почему так? Приоскрой, Господи, мне, но пока я не знаю, буду тебя славить. Аминь.